здравствуйте дорогие друзья с вами клинический психолог артем салимов это мой канал о психологии психотерапии обо всем что мне интересно у нас с вами вечер ночь жаркого жаркого лета и именно это самое идеальное время поговорить в моей рубрике в постели с психопатом о психопатах психопатиях личностных расстройствах или акцентуациях характера и сегодня мы с вами поговорим о тех людях которые на все согласны которые всегда говорят да и за любой кипиш кроме голодовки а именно о конформистах сразу скажу мои внимательные зрители что психопатий такого типа не существует комфорный тип встречается только форме акцентуации характера еще французский психолог риба описывал этот тип людей как людей аморфных что вот мы сегодня называем люди бесхребетные которые лишены каких-то индивидуальных черт которые вместе со всеми плывут по течению по реке жизни не сказать что они напоминают в этот момент когда плыву плывут по этой реке за них все решают все думают окружающие голосуют как надо их рост их развитие ограниченные представлена только вот в постоянном подражание другим только такой способ развития вот постоянное обезьянничая смотри на меня делай как я точнее я смотрю на тебя и делаю как ты а психиатр ганушкин описывает их черты характера следующим образом эти люди постоянно готовы подчиняться большинству они очень шаблонны в своем поведении в своих каких-то решениях своих мыслях они банальны это вот такая знаете серость и это люди которые придерживаются всегда консерватизма ничего нового они вот как все они не хотят никак выделяться их главная черта личности это чрезмерная и гипертрофированная комфортность именно подчинение человеку мнение группы в противоположность независимости какой-то автономности и самостоятельности главная жизненная кредо от такого типа людей это вот все как у всех не надо выделяться надо как все вместе со всеми вот я вместе с коллективом да вот такая вот знаете как рыбка которая плавает в стаи рыб и вот ни в коем случае никак нельзя выделяться никак выходить из строя и комфортность она сочетается с вообще с просто чрезвычайной некритичностью да вот наверное каждому из нас мама говорила а если все сейчас пойдут с моста прыгать ты тоже прыгнешь вот комфортный тип человека он реально не критичен и он реально вместе со всеми может спрыгнуть с моста свернуть голову вот для них все анализируется только через призму большинства если большинство говорит на черное белое то и они тоже будут называть эти это белым и трудно адаптируются в каких-то новых условиях но если в новых условиях большинство либо какое-то новое либо его старая референтная группа на которую он ориентируется поменяет стратегию своего поведения какие-то свои ценности этот человек тоже сразу же переобуется встречается такая акцентуация характера среди школьников среди подростков вот по данным иванова среди школьников возрасте 14-15 лет встречается в количестве 10 процентов и уже далее начиная от 16-летнего возраста от каких-то колледжей вузов этот тип акцентуации снижается количество и вообще более комфортные дети чем выше возраст чем старше является ребенок человек тем у него комфортность в принципе будет ниже в большинстве случаев комфортный тип акцентуации характера в подростковом возрасте встречается у мальчиков а почему это акцентуация характера так интересно ну во первых потому что я про нее еще вам не рассказывал во вторых потому что такой тип акцентуации характера он сочетается с другими психическими поведенческими расстройствами например попадая в плохую какую-то компанию подросток может заниматься какими-то нехорошими вещами в том числе какими-то не совсем приемлемыми или порой даже криминальными видами секса его могут эксплуатировать там в проституцию какую-нибудь снимать на какие-то там веб-камеры и так далее и также еще вот эта база личностная база она является хорошей почвой для возникновений различных психопатий как правило неустойчивого круга это может быть прл пограничное расстройство личности это может быть параноидальная параноидная акцентуация характера психопатия это может быть эпилептоидная возбудимая это может быть сенситивная психопатия обо всех этих личностных расстройствах я рассказывал уже ранее в своей рубрике в постели с психопатом вы можете на моем канале найти соответствующие плейлисты при любую интересующую вас личностную она аномалию послушайте написать мне вопросы вы можете мне также задонатить и вообще подписывайтесь на мой youtube канал кстати подписывайтесь не только на мой youtube канал но и на телеграм-канал процесс пошел ссылка на мой телеграм-канал есть в описании под видео тоже такое конформизм конформность это проявление активности личности которая отличается четкой приспособленческой реакции на групповое давление то есть личность со всеми и совсем соглашается да и может мотивировать разные например как правило это страх это страх пойти против течения не согласиться с большинством страх каких-то санкций страх какой-то изоляции быть каким-то изгоем в каждом из нас этот страх он несколько генетически что ли потому что если копнуть историю то человек первобытный человек или в какие-то тяжелые времена там средневековье и так далее или даже в совке советском союзе замечательным один выжить не мог да то есть всегда нужно было стать там членом этой партии там целовать во все места ленина сталина и так далее и конечно же конформизм изучают в политике в политологии изучают в на примере каких-то тоталитарных систем автократий почему личность почему люди какие-то скопления людей порой боятся себя противопоставить господствующие какой-то элите какому-то классу большинству или порой это большинство рисуется в сми вот все-таки человек это животное социальное и многие кстати у биологи изучают даже конформизм у животных он встречается например у зебр или у рыб много у много у кого и это некий инстинкт это некая поведенческая реакция которая способствует сохранению человека как вида на вот быть вместе соглашаться с общепринятыми правилами в какой-то степени каждая семья функциональная семья что называется в психотерапии в семейной системной в той или этой семье должны быть конформистами они должны разделять ценности традиции и правила какие-то устои семьи да вот вопрос что это за правило насколько они гибкие насколько они ригидные как они разделяются это уже дело другое наверное ролик по семейной психотерапии надо записать но вот если вы живете в семье если вы живете с кем-то то в той или иной степени вот эти комформность соглашательства с мнением большинства кто с вами проживает или кто в вашей семье вашем роду она у вас есть помимо этого мода мода что покупать когда покупать зачем покупать различные наши всякие любимые айфончики телефончики одежда и прочее прочее это тоже конформизм но все же покупают но у всех же есть все же любят но по телевизору сказали что там уже более 90 процентов людей есть какая-то вещь нам тоже это надо или какие-то может быть социальные практики социальные какие-то мероприятия вот все туда идут все стоят в очереди и я тоже в очереди постою элизабет ноэль но нойман исследовательница из германии изучала эту тему говорят что даже она якобы с с этим с гитлером общалась и чуть не стала пропагандистской фашистской германии но значит вовремя чухнула что от нее хотят и отстранилась от них и она изучала потом уже дальше на конформизм и элизабет ноэль нойман мы признательны ей за такую концепцию как спираль молчания вот сейчас на экране перед вами она есть и что влияет что формирует эту спираль молчание в середине в середине на рисунке есть . . это какой-то индивид какой-то человек какой-то гражданин и у него есть на что-то свое мнение свое убеждение и как правило она в она формируется на на уже имеющиеся у большинства людей убеждение что хорошо что плохо и тоталитарные системы через сми через институт пропаганды раздувают еще больше это большинство порой его может быть на самом деле кто реальные люди кто разделяют какую-то идеологию какой-то тренд единица но сми показывает всего с одной стороны что это чуть ли не 99 и 9 десятых процента с другой стороны у него есть мнение противоположное мнение какой-то группы людей это его близкие знакомые которые он порой может пересчитать у себя на пальцах одной руки и по сравнению со со сми по сравнению сегодня там с интернетом с каким-то газетами журналами с этой красивой картинкой закручивается спираль с одной стороны есть большинство с другой стороны какие-то маргиналы какие-то меньшинства какие-то вообще никчемные и якобы никому не нужные люди это вообще чуть ли не сумасшедшие или умственно отсталые и поэтому личность в страхе оказаться изгоем в страхе оказаться не в тренде в страхе оказаться среди вот этой вот маргинальной частью часть чаще всего выбирает такую стратегию как бездействие у меня кстати есть про выученную беспомощность видео и как побороть выученную беспомощность отдельный ролик поэтому подписывайтесь и смотрите с удовольствием сомнения в себе порой какой-то страх реальный да особенно там если как это раздувается что уголовно наказуемо и так далее что вас там никто на работу не возьмет там за ваши какие-то может быть политические взгляды и так далее и поэтому личность закручивается вот в эту спираль то что и надо любому автократу или любой той или иной тоталитарной системе и второй момент который тоже выделила ноэль найман это информационный дефицит с одной стороны у нас есть книги газеты журналы пропаганда в учебниках и так далее с другой стороны какие-то люди которые только разговаривают на кухне только какой-то сам издат только какие-то там закрытые через vpn непонятная вообще информация да вот этот а информационный дефицит он еще больше заставляет молчать в психологии особенно в социальной психологии есть много самых самых разных экспериментов и есть даже страшные очень страшные из них и один из них это знаменитый эксперимент милграмма в котором конформность была доказана через склонность людей к применению насилия по распоряжению авторитетного какого-то лица то есть начальника или какого-то директора в чем он заключался брали испытуемых ничего не подозревающих с другой стороны был актер и за неправильный ответ актер специально отвечал неправильно испытуемый должен был по распоряжению по распоряжению психолога экспериментатора нажимать на кнопку и значит нашего актера били током естественно сам из испытуемый не знал то что это актеры и он реально думал что человеку он делает больно и все заканчивалось тем что там актер разыгрывал какие-то муки что и вот 220 вольт фигачат и экспериментатор говорил нажимайте 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 вот этот эффект экспериментатора но он же лучше знает но он же умнее было доказано что еще большое влияние играет белый халат представляете если например это будет не белый халат а какая-то другая одежда например какой-то очень-очень солидный пиджак с какими-нибудь нашивками или еще что-то или может быть какая-то корона да или что-то еще вот у людей есть такая склонность естественно были не все и такие люди которые были нон-конформистами не соглашались доставлять человеку боль тоже были и исследовались их личностные особенности но об этом мои дорогие с вами в следующий вечер запишем видео следующий эксперимент который я не могу пропустить и это эксперимент американского психолога соломона аша опять-таки в аудитории были подставные лица и был один был один испытуемый и подставным лицам говорили чтобы в экспериментах в серии экспериментов где был 18 карточек с различными линиями вот сейчас на экране вы их видите надо было выбрать из трех похожую линию на отдельном рисунке да по длине естественно они все показывали на неправильно на неправильно они там выбирали либо та которая видимым глазом короче либо длиннее после них выбирал наш испытуемый тоже линию и эксперимент показал что 75 процентов испытуемых подверглись влиянию заведомо неправильного мнения большинства как минимум в одном вопросе и общая доля ошибочных ответов составила 37 процентов вот мне очень нравится сейчас вот будет вставка здесь из советского фильма документального 70-х годов я и другие были эксперименты которые проводила психолог валерия мухина пожалуйста сейчас все внимание на экран приятного просмотра дети прекрасная модель для изучения некоторых психологических закономерностей олег какого цвета пирамидки андрюша какого цвета пирамидки какое цвете пирамидки Обе белые. Действительно, обе белые. А когда я поставлю две пирамидки, белую и черную, что ты скажешь? Обе белые. А ты? Обе белые. Ты? Обе белые. Прекрасно, все помните. Значит, мы можем с вами проводить эксперимент, да? Волочка, иди к нам. Иди, иди сюда, вот здесь садись. Олешка, какого цвета пирамидки? Обе белого. Андрюшенька? Обе белого. Оленька? Обе белого. Волочка, посмотри, какого цвета пирамидки? Она черная, она белая. Молодец. Черная и белая. Умница, детонька. Черная и серая. Ну, тут и черная. Черная и белая. Молодец, Рома. Многие наши поступки объективно объясняются внушением. Хотя мы этого и не замечаем. Оленька, какого цвета пирамидки? Обе белые. Скажи, детка, какого цвета пирамидки? Обе белые. Молодцы, ребятки. Олежка, посмотри внимательно. Какого цвета пирамидки? Обе белые. Андрюшенька, посмотри, какого цвета пирамидки? Обе белые. Оленька, какого цвета пирамидки? Обе белые. Леночка, какого цвета пирамидки? Обе белые. Обе белые. Обе белые. Подвинь, пожалуйста, к себе черненькую. А почему же ты сказала, что она белая? Почему, детка? Ну? Не знаю. Не знаешь? Белая, а другая черная. А ты сказала, что они обе белые. Почему ты так сказала? А потому... Вот тоже они сказали белые. Дети сказали. И ты за ними повторила, да? А почему ты за ними повторила, когда ты знаешь, что это белые, а это черные? Я хотела. Что ты хотела? Повтори. Почему? Потому что они сказали так. Так, посмотрите, какого цвета пирамидки. Ваше мнение? Обе белые. 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 Конечно, обе белые. Белые. Обе белые? Да. А если серьезно? Обе белые. Убеждены? Я убежден. Спасибо большое. ребята спасибо я наверно пошел на поводу группы потому что так устроен человек понимать что если семь человек говорят да то восьмому человеку тяжело сказать нет и может быть в редких случаях он говорит все-таки нет нужен чек в разном возрасте 19 лет у него еще не сформировавшийся характер 30 лет уже сформировался может как-то противостоять этим семерым ну пожалуй а что касается третьего случая то на меня уже настолько подействовала вся эта обстановка все эти обстоятельства что просто я подумал что такой-то математический курьез это какой у вас был третий случай это с белым и черным кубиком когда я буквально три раза подчеркну что это оба белых кубика пирамидки обе белые пирамидки и только значит потом уже как-то все-таки более-менее взрослый человек ну и доверяя своим ощущениям и восприятиям я сказал что это и черный и белый кубик это значимая для вас ситуация я бы не сказал не очень не очень а в значимой ситуации вы обязательно будете принципиально я буду оставить только свое мнение уверены в конечно на черное скажет белое может быть только один из тысячи но давление группы нелегко выдержит любому из нас особенно если от нашего решения ничто не изменится если предмет конфликта не особенно важен незначим а если ситуация принципиально если она затрагивает убеждение человека все эти эксперименты нам замечательно показывают какое все-таки человек социальное существо и в каждом из нас заложен этот инстинкт в той или иной степени соглашаться с сомнением значимых других какие же факторы влияют на комфорность да вот по мнению соломона аша влияют на особенность конформизма такие факторы как уровень интеллекта игорь семенович кон до великий российский социолог и сексолог относил конформистам людей с невысоким интеллектом хотя сегодня в психологии это очень спорный момент потому что есть люди с высочайшим айкью но проявляют в большой степени конформизм влияет степень внушаемости психической устойчивости самооценки чем ниже самооценка тем выше уровень конформности чем ниже уровень самоуважения чем тем выше вот эта податливость конформность и склонность подчиняться потребность в одобрении потребность в признании влияет также значимость группы для индивида чем больше группа значимая для человека тем выше уровень конформности происходит так называемый эффект оркестрового вагона что едет вагончик с циркачами которые идет впереди праздничной процессе и он увлекает за собой новых участников влияет статус членов групп группы люди с низким статусом чаще проявляют конформность по отношению к людям с более высоким статусом еще один эксперимент представляли аудитории студентов довольного преподавателя с различными регалиями сначала был просто аспирант потом это было значит там кандидат наук доктор наук профессор и вот считалось что чем выше у него звание тем как бы его информация она более правдивая на более точный нам же не может же врать профессор да а этот аспирант он вообще ничего не знает конечно он не столь убедителен он еще не защитился и верить ему возможно мы и умнее влияет возраст как я уже сказал чем человек младше тем он не критичный и склонен соглашаться с мнением взрослых больших умных дяденек и тетенек влияет пол считается что женщины проявляют большую конформность чем мужчины это может быть гормонально обусловлено это может быть социально исторически обусловлено но тем не менее но вот что интересно что акцентуация характера все-таки встречается в подростковом возрасте не у девочек больше а у мальчиков влияют особенности национальной культуры в экспериментах милгрома студенты из норвегии более конформны чем студенты из франции да вот наверное независимый дух франции французы которые любят протестовать менее менее комформны чем норвежцы чем вот такие северяне влияет также еще и фактор социокультурный например в западной да в западной цивилизации а есть только одна цивилизация на самом деле западная именно европейская которая подарила этому миру все скажу вам ненавязчиво конформность коллективизм раньше конечно сейчас уже несколько по другому левые постарались порицается в то же время в китае в японии в корее вообще в азии и восточных странах комформность считается дипломатичностью что ты уважаешь собеседника уважаешь старших и вообще коллективизм там ценится и если мы будем говорить о том что нас интересует а интересует нас сексуальность при тех или иных личностных особенностях и свойствах характера ну во первых сексуальное поведение что могут попадать подростки комформные женщины могут соглашаться там на какое-то насилие она может жить с абьюзером и так далее но вы знаете вот есть замечательный фильм я вам всем советую посмотреть фильм бернардо бертолуччи по роману альберта муравия мой очень любимый новеллист у него все романы такие фрейдистские и все про сексуальность все вот про такую чувственную сторону жизни и очень психологичные романы фильм и роман так и называется конформист действие фильма происходит в италии в 38 году когда к власти приходят фашисты и главный герой герой марчелло он присоединяется к значит так этой партии и получает задание убить своего любимого профессора который значит сопротивлялся фашистам марчелло всю жизнь отличал некий конформист он хотел быть как все не выделяться женился там тоже вот на такой среднестатистической девочкой девочки с такой очень серенькой да вот серая серая мышка и вот в чем природа конформист да там красиво показывается у марчелло были некие скажем так инстинкты и в детстве в детстве в детстве в предподростковом возрасте он стал жертвой сексуального насилия и заработал себе что называется комплекс огромное чувство вины огромный комплекс как будто он какой-то грязный как будто он какой-то плохой и ему необходимо исправиться и ему необходимо стать хорошим да вот он себе заработал невроз помимо этого он еще испытывал некие скажем так наклонности которые фашистской партии не одобрялись на тот момент большинство как-то последовало этим взглядом и именно поэтому конформность изучалась и изучается что же такое заставляет людей выполнять какие-то ужасные адские просто приказы бесчеловечные и вот психоаналитики считают что это огромное чувство вины стыда за какие-то свои инстинктивные проявления за свою природу и чтобы это исправить человек соглашается с лидера человек соглашается с мнением большинства чтобы быть как все плюс еще те практики которые значит совершались со всеми несогласными они тоже как бы пугали да есть значит добрым словом и пистолетом можно уговорить людей на многое этих переживаний на этом не принятие самого себя отсутствие милосердия к самому себе просто растоптанной личности растоптанной самооценки на место которое приходит какая-то черная идеология вот всем этим пропитан фильм да вот эти вот этим психологизмом внутренней борьбой марчелла и чем фильм закончился вы можете посмотреть напишите пожалуйста кто кстати смотрел этот фильм конформист кто читал может быть роман я к сожалению никак все руки до него не дойдут но очень-очень хочу почитать вообще альберта моравия очень люблю кстати у меня есть готовится ролик на другой его на другой его по другому его роману и мы с вами в новой моей рубрике которая скоро выйдет обязательно его разберем поэтому подписывайтесь на мой канал психотерапия на психотерапия конформизма эрик эриксон считал что за конформизмом лежит тотальное разрушение самооценки и что интересно личность разрушена конформиста но его какая-то главная доминирующая группа в него вселяет нарциссизм а мы знаем что внутри любого нарциссизма нарциссического ядра есть чувство собственной какой-то никчемности самообвинение и вот этого убеждения что я плохой я недостоин и как защитный механизм как такая компенсация формируется вот это нарциссические нарциссический радикал как стремление доказать опровергнуть какую-то свою глубокую ничтожность и второе что отличает это снобизм по отношению к другим эрик фром считает что конформизм конформность позволяет человеку не испытывать чувство одиночества тревожности страха и в обмен на это он расплачивается потерей своего я чтобы я вам рекомендовал ну во первых обратиться ко мне на индивидуальную консультацию в общих чертах конечно же это работа с самооценкой это работа со своими границами это работа со своими приоритетами со своими ценностями и некая такая зрелая позиция что вы не сто долларов чтобы всем нравится и позволить людям не соглашаться с вами или возможно готовность прервать контакт прервать общение если эти люди не разделяют ваши ценности не разделяют ваши идеалы как-то их не уважают вас переубеждают вот не бояться расстаться с этими людьми это навыки по правлению своими эмоциями своей тревогой это развитие критического мышления да вот мы будем работать с кпт подходе потому что за всем тем что давит на комфортную личность вот этой пропаганды вот этим давлением есть много когнитивных искажений это и обобщение все плохие все хорошие это черно-белое мышление да который не дает разобраться не дает вникнуть увидеть какие-то и там и там минусы и плюсы это персонализация то что я причина всего то что вот если я не соглашусь то что то пойдет не так и я буду виноват да это вот такое знаете размытие коллективной ответственности на всех это чтение мыслей что я должен знать о чем думают на самом деле большинство а большинство мне уже сказали о чем она думает или что вот все другие все окружающие знают что я не согласен и я этого боюсь и поэтому я буду всячески и внутренне и внешне демонстрировать что я эти ценности принимаю да я буду заточен в эту спираль молчания поэтому развивайте мои дорогие критическое мышление подписывайтесь на мой канал пишите свои комментарии спорте я вот как типичный стрелец обожаю спорить не бойтесь высказывать свое мнение задавать вопросы спрашивать разбираться хватать за руку как дешевок и а ну покажи а где доказательства а где даты ну значит не надо здесь никаких нам каких-то возгласов и речей за все хорошее против всего плохого да вот важно дискуссия но понятное дело что тоталитарные авторитарные режимы и системы так они не дают возможность высказаться да везде будет цензура вас везде будут вырезать вас везде будет будут и исключать вот всячески вас клеймить пугать вас запугивать угрожать вас каким-то санкциями да поэтому развитие конечно же безопасной площадки на которой можно дискутировать и тебе ничто не будет она позволяет бороться с конформизмом ну что мои дорогие вот на этом все сегодня пишите ваши комментарии ставьте лайки вы можете поддержать мою деятельность информационно даже написав комментарий любое ваше сообщение под видео оно продвигает меня и делает меня популярней вы можете поделиться этим видео вы можете задать вопросы вы можете поддержать меня финансово на платформе бусти на платформе патреон через пейпал для переводов из-за рубежа или на сбербанк онлайн и также самых замотивированных те кто хочет пообщаться со мной лично я жду на своих онлайн консультациях я работаю со всеми людьми по всему миру всего вам доброго и увидимся с вами в новых выпусках всем пока